Привет! Мы уже познакомились с архейским эоном и его эрами, и теперь переходим в следующий эрон, который называется Протерозой. Эрон Протерозой переводится с греческого как Первый Старший, и с новым эоном начинается новая эра – Палеопротерозой. Он начался 2,5 миллиарда лет назад, а длился 900 миллионов лет. Палеопротерозой начался с Сидерия, или в переводе с греческого «железа». Так называется Первый период Палеопротерозойской эры. Этот период знаменателен двумя событиями – это кислородная катастрофа и гулонским оледенением. При посылке кислородной катастрофе появились еще в Неоархее, из-за развития микроорганизмов, осуществлявших фотосинтез. А точнее, из-за огромного количества кислорода, который они выделяли, и который накапливался в атмосфере. Для большинства организмов того времени кислород был смертельно опасным и ядовитым. А на рубеже Ахея и Палеопротерозоя кислород стал доминировать над метаном, углекислым газом, сероводородом и аммиаком. Из-за кардинального изменения состава атмосферы большинство живых организмов погибло, уступив место бактериям и водорослям, которые также выделяли кислород при фотосинтезе. А на начало этого периода приходится пик проявления полосчатых железистых кварцитов. Железосодержащие породы формировались в условиях, когда анаэробные водоросли производили отработанный кислород, который, смешиваясь с железом, образовывал магнетит, он же оксид железа. Этот процесс вычищал железо из океанов. В конечном итоге, когда океаны прекратили поглощать кислород, процесс привел к образованию насыщенной кислородом атмосферы. А вследствие всей той же кислородной катастрофы началось гуронское оледенение. Длилось оно на протяжении 300 миллионов лет и закончилось только в конце следующего периода. Реассия. 2 миллиарда 100 миллионов лет назад. Фотосинтезирующие организмы изменили буквально весь облик планеты. Ранее в атмосфере присутствовал метан, который создавал парниковый эффект на планете. Поэтому на поверхности Земли всегда было очень жарко. После того, как в атмосферу поступило много кислорода, он соединился с метаном. В результате чего последний превратился в углекислый газ и воду. Парниковый эффект заметно ослаб, что вызвало похолодание. И первое оледенение, которое называют гуронским оледенением. Лёд покрыл практически всю планету. Следующий период – Ресий. С греческого переводится как поток лавы. Из-за гуронского оледенения наша планета имела все шансы замёрзнуть навечно. Но суперконтинент, который образовался ещё в Неоархее, в Ресии начал раскалываться. И его осколки стали разбегаться по всей планете. Из-за этого на Земле с новой силой вспыхнул вулканизм. Вещество магмы активно вторгалось в земную кору. Где-то выходя на поверхность, а где-то застывая и кристаллизуясь на глубине. Такие образования, сложенные из магматических пород, ворвавшихся в земную кору и напоминающих столбы, уходящие вглубь, называют «интрузиями». Современному человеку они представляют целые залежи редких и благородных металлов и множество минералов. Вулканы выбрасывали в атмосферу немалое количество плодниковых газов. Их количество в атмосфере начало накапливаться. Планетарная температура стала расти. Земля очень медленно стала выходить из ледникового периода. На начало рясе содержание углекислого газа в атмосфере едва превышало 10%. В его конце стало почти 17%. 2 миллиарда 300 миллионов лет назад среднепланетарная температура была чуть выше 5 градусов по Цельсию. И через 200 миллионов лет она достигла уже 20 градусов, что превышает современные показатели 15 градусов. Это ознаменовало конец Гуронского оледенения. На планете потеплело, но вот жизни был нанесен очередной удар. Резкое снижение уровня кислорода в атмосфере с 2% до 0,7%. Это привело к событиям, обратным кислородной катастрофе Сидерия. То, что происходило с жизненными формами с кислородным метаболизмом в рясе, можно назвать бескислородной катастрофой. А 2 миллиарда 50 миллионов лет назад начался Аразийский период. На русский язык его можно перевести как «горный фигет». Название достаточно прозрачное и прямо указывает на то, что во время данного периода происходит активное горообразование. Причем происходило оно на всех существующих тогда континентах. А их было в то время немало. Причем все они были небольшого размера и заслуживали название микроконтинентов. Полезли вверх скандинавские горы, современный южный участок, а в Скифии – Донецкий кряж. Начали расти горы в современной восточной Сибири. Активно горы образовались на трех древних участках земной коры, что сейчас составляют юг Африки, окраины Австралийского континента, северо-восток Южной Америки и почти всю Восточную Антарктиду. А где-то в районе современной канадской провинции Квебек и вовсе столкнулись и поднялись вверх горы аж 9 микроконтинентов, образовав континент Лаврентио. Собственно говоря, начал формироваться очередной суперконтинент – Колумбия. Стоит, конечно, отметить, что Колумбия так и не стала единым материковым массивом, как, например, Пангея, а оставалась архипелагом близко расположенных друг к другу весьма крупных островов. А в узких проливах между этими островами уже возникали первые срединоокеанские хребты. Большинство ученых сейчас считают, что такие масштабные тектонические процессы возникли не просто так, а в результате какого-то воздействия. В этом подозреваются творцы двух очень крупных следов падения метеоритов в Канаде и Южной Африке. Канадский астероид породил кратер в 250 километров поперечнике и снабдил Канаду и США на долгие годы медно-никелевыми рудами. Южноафриканский кратер был уже 300 километров. Каждый из этих метеоритов минимум в два раза превосходил размерами тот, что поспособствовало вымиранию динозавров. Но несмотря на летающие с неба огромные металлокаменюки, жизнь на планете продолжала развиваться. Опомнившись после последствий гурунского оледенения, фонтосинтезирующие цинобактерии с удвоенной силой начали поставлять в атмосферу и гидростверу Земли свободный кислород. Сначала он окончательно осадил на дно морское почти все соединения серы, железа и многих прочих растворенных в воде веществ. 1 миллиард 800 миллионов лет назад начался заключительный геологический период эра, стратерий, или с греческого «устойчивый». Это первый период так называемого «скучного миллиарда». В тот период цинобактерии наполнили мир кислородом настолько, что не могли не возникнуть организмы, которым кислорода требовалось намного больше. Этими организмами стали одноклеточные эукариоты. В отличие от предыдущих, крайне просто устроенных живых обитателей планеты, эукариоты имели весьма сложное внутреннее строение. В статерии эукариоты развивались и эволюционировали. Хотя и не так быстро, как хотелось бы ученым. По наиболее распространенной научными кругами версии, эукариоты возникли в результате симбиотического воздействия между археями и бактериями. Археи представляли бактериям дом, то есть внутренности своей весьма просторной клетки, а также кое-какие отработанные процессы. Бактерии же в получившемся общежитии стали отвечать за питание, дыхание. Больше всего повезло тем новым организмам, у которых были цинобактерии. Бесперебойный источник питания в результате процесса фотосинтеза им был обеспечен. Так, будущие растения приобрели свои первые пластиды. Но, впрочем, не повезло. Пластиды, предкам будущих грибов и животных, не досталось. Пришлось придумывать что-то новое, так как способа питания большинства прокариот для крупных эукалитических клеток не подходил. Уж слишком мало получалось энергии. На этом мы заканчиваем наше путешествие по Палеопротерозойской эре. Но не по истории Земли. В следующем видео мы перейдем во вторую эру Протерозойского эона. А кто не успел ознакомиться с первыми эпохами Земли, могут перейти на подборку в видео ниже. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы всегда с радостью вам ответим. А теперь, всем пока. И до новых увлекательных путешествий в следующих видео.